Приветики мои котята, с вами Брика и добро пожаловать в WildCraft. Сегодня у нас неожиданно случилось обновление. У некоторых конечно оно было вчера, но у меня появилось оно только сегодня. И добавили кроме 6 сезона Wild Pass, новое играбельное животное, кенгуру и новых приятелей. Давайте вместе с вами все это внимательно рассмотрим. Так, нам предлагают попробовать поиграть за кенгуру бесплатно, потом его можно будет купить за 90 гемов. Но я также попытаюсь конечно же выбить его в сундуках, если не получится, то конечно же куплю. Сначала давайте попробуем, пускай имя такое остается и посмотрим какие скины. Сразу нам бесплатно предлагают два таких скина и давайте быстренько пробежимся. У кенгуру такое худенькое животное, здесь почему-то получилось такими ушками. Ой, ну вот это вот уже поинтересней. Вай, ну они разные совершенно. Ух ты, пятнистая кенгуру. Похожа на олененка, да, шкурка. Интересные. Вай. Это я даже не знаю на кого похож, но не на кенгуру-то точно. Кенгуру на себя не похож. Ну, кстати, эти скины можно будет выкупить за желуди, которых у меня очень много. На будущее это я себе напоминаю, говорю, то есть. Так, одежда. Так, ну это в австралийском таком стиле, да? А, ну одежда, кстати, довольно-таки необычная, если сравнивать с другими животными. Интересненько. Пока что здесь нет, конечно же, мистических скинов и одежды, да? Ну, по крайней мере, хотя бы так. До легендарные, да? Доходят редкости. Вот такие аксессуары. Аксессуары, как у всех. Практически их даже рассматривать не буду. Наверное, может быть, есть эксклюзивные. Ага, вот такие есть. Хм, прикол. Вот так, да? По цвету похоже. Но я сейчас пока выкупать не буду, потому что, возможно, у меня это все выпадет в сундуках. Итак, режимы игры у нас что, здесь обновились? Нет, не обновились. Просто у меня случайно, видимо, нажалось, да? Я вроде нажимала попробовать, и я что-то слетела. А-а-а, на обычное надо было перейти. Божечки-кошечки. Так, у нас появилась еще новая карта, насколько мне известно. Новая карта Австралия загружена. Посмотрим на карте, где у нас босс. Увай, какая большая карта. Слушайте, ну она такая... А, нет, показалось, что очень большая. На самом деле, не очень большая. Поставим пометку здесь к боссу, да? Будем направляться к нему. Выходим из логова. Так, ну это Австралия. Это пустыня. Это степь. Здесь очень мало растительности. Но зато загрузка очень быстро идет, скорее всего. А, нужно посмотреть, какие здесь животные водятся. Давайте посмотрим. Да, это я знаю. Я хотела сюда нажать. Так, ух ты, коала. Ва, и какая симпатичная. Очень симпатичная коала. Так, я неправильно вышла, да? Тасманский дьявол. Ничего себе. Вомбат. Так, ну-ка повернись. Вот, мордашку покажи свою смешную. Так, Эму. Кстати, я их издалека видела сейчас. Обыкновенная смерть. Это, наверное, змея, скорее всего. Касаварий. Я даже не знаю, кто это. Индюк, наверное, какой-то. Валаби. И они... Так, Валаби, это же... Так, это же тоже кенгуру, да? Вроде как похож на кенгуру. Динго. Собака. Ничего, вы себе сюда поместили собаку. Соленая вода крокодила. Вот это да. Вот это перевод. И древняя мегалания. Вот это да. Вот это вот эпический босс получается, да? У него здесь уровень 195. 130 тысяч хп. Это как долго нужно будет его бить? Очень серьезный босс. Надеюсь, мы до него добежим. Доскачиваем целыми и непредимыми. Хотя бы посмотрим на него. Так, ну 20 уровня Эму. Я не знаю, стоит ли вообще на них охотиться. Босс у нас в той стороне. Ладно, давайте доскачиваем быстренько. До босса. Собачка у нас здесь, да? Где собака? С какой стороны? А, вон она ходит, гуляет. Красавица собака. Так, почти дошли до босса. Вот я его вижу. Там тоже собака. Нужно будет так аккуратненько ее обойти. Ну, знаете, такой интересный играть за кенгуру. Мне нравится, в принципе. Можно привыкнуть. Так, ну-ка, давай показывай, сколько у тебя хп. Еще ближе подойти? Куда ж еще ближе-то? Ой, он меня с одного удара побил. Вот так. Приблизились к боссу. Да, посмотрели на босса, хватит. Больше мы туда не пойдем. Ох ты, ничего себе. Сразу нам тут предлагают питомца. Это для голд пасса. Оттенок домашнего животного. Ммм, тут еще и оттенки домашних животных сейчас предлагают в этом сезоне. Прикольно. Одежда на орла. Так, что еще новенькое есть? Аксессуар на орла. Это все в голд пассе, к сожалению. Оттенок на мишку. Вот такой бесплатный. Аксессуарчик на гепарда. Так, оттенок на крокодила. Но это в голд пассе. Так, эта одежда нам не нужна, она у нас есть. Скин. Скин на орла в голд пассе. Прикольный, кстати. Я думала, он уже с одеждой. Это такой скин, представляете, как будто бы одежда есть уже. Так, оттенок на гепарда. Оттенок на тигра. И что еще? Скин. Ничего себе, во фрепассе такой обалденный скин на крокодила. Он очень крутой. Скин. Обалдеть. Вот такой скин на гепарда. Похож на Кирина, да, наверное? Очень красиво выглядит. Гепард с рогами. Так, как такое может быть? В Волдкрафте может быть все. Вот такой оттенок приятеля. Ух ты. Очень красивый приятель. Очень симпатичный. Оттенок на крокодила. Оттенок на домашние животные. Круто. Оттенок на орла. И аксессуар на крокодила. И одежда тоже на крокодила, да? Ну, одежда тоже очень прикольная. Одежда на гепарда. И, ух ты, ничего себе, оттенок на крокодила тоже очень прикольная. Давайте теперь здесь все рассмотрим. Здесь просто лучше видно. Перейдем на гепарда. Коллекции. Переходим сюда. Переключаемся. Вот такой гепард. Он, к сожалению, в одежде, конечно, не той, которая ему подходит. Нужно будет переодеться. Давайте полностью комплект посмотрим. Вот так он выглядит с комплектом. Ну, слушайте, достойно. Очень красиво. Конечно, жаль, что в голд пассе. Но все равно очень круто, да? Оттенки здесь мы не можем посмотреть. Мы их сможем посмотреть только когда их выбьем, да? Когда пройдем всю линейку вайлд пасса. Так, давайте орла тоже заценим. Коллекция. Вот такой орел. Ну, ему, кстати, аксессуары и не нужны, в принципе. Но мы все равно их наденем. Ваа, ничего себе. Вот это фантазия у разработчиков. Очень круто выглядит орел. Ну, очень красиво. Орел мне понравился. Так, и у нас еще крокодил есть, да? Оттенки я не буду смотреть, конечно же, на домашних животных. Мы уже потом по мере выбивания все увидим и все посмотрим. Так, сразу одежду и сразу аксессуары тоже наденем. Вот. Ну, слушайте. Он, конечно, яркий очень, как карнавальный, как будто бы, да? Собрался на карнавал. Выглядит крокодил очень красиво. По настроению празднично, почему бы и нет. Давайте заберем первую награду. Это два ключика от обычных сундуков. Забираем. Так долго идет загрузка, давай быстрее. Отлично. И заберем вот такого питомца. Супер. Сейчас мы его рассмотрим вместе с вами. Давай загружайся быстрее. Класс. Теперь меняем питомца. Вот так. Можно будет в коллекции, наверное, его поменять сразу, да? Все, Пайк. Мы с тобой прощаемся. Ходили с тобой два месяца. Теперь приветствуем вот такого варана или ящера. Я даже не знаю, кто это. Пускай это будет ящер. Можно будет сейчас... А, кстати, я еще хотела посмотреть, появилось ли новое логово. Так. О, к сожалению, нет нового логова, поэтому нам нужно будет что-то сейчас поставить другое, да? Ну, давайте египетскую пирамиду. И отправимся, конечно же, в Австралию. Так, оставим всех в домике, чтобы они нам не мешали, да? Вперед пробежимся. Ну, давай, беги-беги за мной, за мной. Угу. Сейчас посмотрим на тебя действия, да? Особое действие хотела... Ой, подождите, он не включается почему-то. Ах! Действия не включаются. Ну, опять этот баг. Я, кстати, в прошлый раз тоже не могла показать действия, но потом они заработали. Сейчас пока не работает действие. А вот есть. Отлично. Ну-ка, давай, показывай особое действие. Ух ты! Ничего себе! Вот это вот он отправился в пляс. Прикольно. Так, спит. Я не думаю, что здесь какие-то особые действия есть. Вот так он будет нападать, да? Или вот так ты будешь нападать? И так он будет нападать. Ну, слушайте, классно. В принципе, для разнообразия очень приятно иметь такого питомца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре WildCraft. А с вами была Прико, и увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.